Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Татьяны Блинковой в начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Тепловые сети будут стоять на циркуляции и готовы для подачи горячего водоснабжения. Отопительный сезон завершился. А когда отключат горячее водоснабжение и приступят к ремонту теплосетей? Буквально вчера последний заход был у нас с добавлением материала. Опять же техника работала. Жители Каннска массово отправились на городские кладбища. В каком они состоянии после зимы? Мечтаете посадить на своем участке какую-либо плодово-ягодную культуру? Расскажем, где приобрести саженец. В Каннске к концу подошел отопительный сезон. Уже сегодня в домах горожан начали охлаждаться батареи. А горячее водоснабжение в районах, которые получают ГВС из системы отопления, прекратилось. В период с 23 мая по 3 июня в городе проведут гидравлические испытания. В это же время горячего водоснабжения не будет у всех потребителей. Уже затем специалисты приступят к масштабным ремонтным работам, которые нужны для подготовки к новому сезону. ГВС потребителям будет осуществляться уже с 4 июня. То есть тепловые сети будут стоять на циркуляции и готовы для подачи горячего водоснабжения в жилой фонд и остальным потребителям. Что касается ремонтных работ, то на 2024 год у нас запланировано 7 участков. Основной участок это по улице Гетоева. Работы мы уже начали со вчерашнего дня. Перекрытие улицы планируем после 25 мая. Здесь будет перекрыта улица Пугачева, это прилегающая к улице Гетоева. Скорее всего до конца июля движение по этой улице будет ограничено. По улице Гетоева в этом году мы каких-то ограничений или перекрытий не планируем. Так что здесь движение будет по постоянной схеме. Сегодня Радоница. По этой причине жители Каннска посетили кладбище, где навестили места упокоения своих родственников. Абонское кладбище одно из массовых, куда приходят люди. В каком состоянии находится после зимы, расскажем в следующем материале. Больше всего людей на Абонском кладбище наблюдалось сегодня до обеда. Все они собрались, чтобы убрать могилы родных и близких от мусора. Помянуть добрым словом, а также возложить цветы к их мемориалам. Но как были опечалены люди, когда увидели, что кладбище по-прежнему зарастает мусором. И в основном это дело рук самих посетителей. Было пустое место. Завалили вообще хламом, невозможно. И заваливают именно те, кто приезжает на своем транспорте. Неужели с собой нельзя сложить этот мусор и вывезти? Им не нужно. Вот возле себя никто не ложит. А кому-то под наградку положили. Это было хорошо, чистое место. Опечаленные люди были не только мусорными завалами. Дорога на кладбище держит в тонусе абсолютно всех. Ведь путь к могилкам родных тернист. Не знаю, как люди проезжают на маленьких машинах. Мы даже приехали позавчера убираться. Съездили выше, посмотрели. Там ужасная, ужасная дорога. Нам сложно добираться. Сложно. Погрязывать. Весной это вообще не доберешься никак. Очень сложно. Ну вот мы добираемся, конечно, судя по тому, какой у нас транспорт. Мы добираемся. В администрации рассказали, что еще ранее весной начали готовиться к сезону. Родительскому дню. Вывезли мусор и подсыпали центральные дороги Абонского кладбища. С началом таяния снегов загнали технику на кладбище. Сгребли снежный накат с целью, чтобы быстрее все растаяло и подсохла дорога. После схода Талых Вод, опять же, запустили технику на градирование с добавлением в том числе материалов. Опять же, чтобы было понимание по центральным улицам в основном. Поскольку межквартальные проезды затрудняют проезд и крупную технику. Ну и буквально вчера последний заход был у нас с добавлением материала. Опять же, техника работала. Будем дальше работать в этом направлении. Кладбище не оставим. Мусор вывозили зимой. Сейчас на согласование у нас заключение контракта с Минэкологией на дальнейшую работу по вывозу мусора с кладбища. Я думаю, в ближайшие дни будем вывозить. После все-таки родительского дня и майских праздников накопилось очень много. Специалисты службы заказчика администрации просят людей соблюдать порядок. Не раскидывать мусор, а собирать в мешки и выставлять ближе к центральным дорогам. Ведь именно с этих точек его и вывозят. Кристина Кущева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. На территории города и в районе начали проводить окорицидную обработку. Изначально специалисты проверили три территории, где были обнаружены клещи. Это кладбище в поселке Смоленске, городское кладбище в районе 4-го военного городка и территория отдыха Сосновый Бор. Все участки обрабатываются средством, которое абсолютно безопасно для людей, но эффективно против всех насекомых. Специалистами энтомологического подразделения филиалов в городе Канске были проведены обследования данных территорий. На территории Соснового Бора было обнаружено, было обследовано порядка 6 километров территории. Было обнаружено три клеща. В пересчете получается 0,5 клещей на один километр. На территории парково-мемориального комплекса поселок Смоленский клещей не обнаружено. Также на территории кладбища 4-го военного городка обнаружено 8 клещей на один квадратный километр. То есть довольно большая заклещевленность. Для обработки будем использовать инсектицидное средство циперметрин, которое активно против абсолютно всех клещей и других насекомых. Сразу после небольшой рекламы покажем блок коротких новостей, а также расскажем другую полезную информацию. Оставайтесь на пятом. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало! Сейчас нашим миром прервано! Требуется новый провайдер! Надежный интернет и легендарное телевидение от Реон Телеком. Для самых чрезвычайных ситуаций. Где купить слуховой аппарат? В медицинском центре «Доктор Слухов». Здесь бесплатно проверят слух и подберут слуховой аппарат. Выездной прием в Каннске 31 мая. Запись по телефону 8 391 215 1541. Вам нужно постирать ковер? Обратитесь в компанию «Эко Хоум». Круглый год в любой сезон проводится комплексная чистка ковров на профессиональном оборудовании. Выбивальный станок избавит от пыли и песка изделия любой длины. Ковромоечный отмоет любую грязь на натуральном или синтетическом ворсе гипоаллергенным средством. А центрифуга максимально бережно отожмет. Конечный пункт – сушильная камера. «Эко Хоум». Профессиональная чистка ковров, пледов, одеял. Звоните 8 913 596 4836. Весна пришла. Готовим технику. Готовимся к посевной компании. Трактор «Деталь». Новое поступление с запчастей для тракторов и спецтехники. Качество, лояльные цены, оперативность. Поможем в выборе продукции, дадим консультацию по любому вопросу. Выполним доставку на дом. Название магазина запомнили? Да, трактор «Деталь». Магазин «Трактор «Деталь». Вачинский автолюбительница перепутала педали и переехала своего мужа. По предварительным данным, 69-летний мужчина вышел из машины, а спустя несколько минут упал. Его 64-летняя жена выскочила из салона, но не переключила коробку передач в нейтральное положение. Поэтому машина начала двигаться. Тогда автоледи снова вернулась за руль, но перепутала педали и резко нажала на газ. В итоге «Ниссан Тида» переехала мужчину передними колесами. Он оказался под нищем автомобиля. Вытащить пострадавшего из-под машины удалось только прибывшим пожарным. Они руками приподняли автомобиль и сдвинули его в сторону. Врачи скорой помощи попытались провести реанимацию, но результатов она не дала. Мужчина скончался. В Красноярске провели церемонию сохранения вечного огня, который горел у музея Мемориал Победы. В Краевом правительстве рассказали, что в мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Степан Грандовский, ветеран СФО Дмитрий Гузнов и заместитель начальника штаба Красноярского поста номер один Кирилл Васильев. Они зажгли факел от вечного огня, затем перенесли его в специальную лампаду. До конца года вечный огонь будет передаваться по всем районам Красноярска, что станет данью уважения к подвигам жителей в годы Великой Отечественной войны. Эстафета несения подсчетной службы начнется в Ленинском районе и завершится в Советском. Красноярские сотрудники полиции оштрафуют молодого человека, который танцевал в форме сотрудника ГИБДД. В начале мая в дежурную часть поступило сообщение о странной акции, которая проходила в районе Николаевского моста. Прибывшие на место сотрудники полиции составили более 20 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение правил эксплуатации транспортных средств. В дальнейшем в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеозапись, на которой молодой человек танцует на кране манипуляторе эвакуатора в форменном обмундировании сотрудника госавтоинспекции. Его личность установлена, он никогда не проходил службу в органах внутренних дел. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф до 1500 рублей и конфискация формы. Полицейские напомнили, что форму имеют право носить только сотрудники. Каннский библиотечный колледж объявляет набор абитуриентов на специальности библиотека ведения и социально-культурная деятельность на базе 9-11 классов по очной и заочной формам обучения. Стать настоящим специалистом в сфере культуры легко вместе с библиотечным. Телефон для связи 31442. Красноярский питомник «Сибирские саженцы» не перестает радовать дачников и садоводов нашего города. У них в ассортименте большое количество новинок, на которых уже имеются почки. Данная выставка точно поможет превратить обычный огород в красивый и вкусный сад. Только у них в продаже представлено более 200 видов саженцев. Это и декоративные растения, цветы и плотово-ягодные культуры. В общем, все, о чем мечтает каждый садовод. Все саженцы морозостойкие, неприхотливые в уходе и устойчивые к заболеваниям. Закрытая корневая система дает стопроцентную гарантию приживаемости растений, а двухлетний возраст обеспечит урожай уже в этом году. Красноярский питомник «Сибирский саженцы» расположился по адресу улица Горького, 41. Успевайте порадовать себя и всю свою семью, ведь выставка продлится до 19 мая. Чтобы и дальше оставаться в курсе всех событий, которые происходят в Каннске и Каннском районе, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код вы видите на своих экранах. Просто наведите на него камеру своего мобильного телефона. Совсем скоро мы запустим там череду розыгрышей с ценными призами. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». С вами была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Все в одном месте? А разве такое возможно? С магазином «Рассвет» возможно все. У нас огромный ассортимент товаров для вашего сада, дома и огорода. Здесь представлено более 2000 наименований семян, овощных и цветочных культур, лук-севок, удобрения, стимуляторы, грунт для любой растительной культуры, средства от вредителей, кассеты, пластиковые и торфяные горшки, ящики для рассады. Полезным магазин будет тем, кто ищет садовые инструменты. Тут вы найдете все – от культиватора до мотоблока и садово-ручного инструмента. А также в продаже имеются теплицы, парники, укрывной, пленка. Большой ассортимент инженерной сантехники, комплектующих – теплый пол, маты и коллекторная группа. Фитоосвещение. Важно, что все собрано в одном месте. У нас приемлемые цены и специальные бонусные программы. Также действует рассрочка на три месяца. Город Канск, район поселка «Рассвет», улица Центральная, Труд, дом 1. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организацией. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение. Поможет организовать консультации врачей и специалистов. Проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение. Проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МВД предупреждает – это мошенники. Вам звонят из банка? Просят установить новое банковское приложение и даже прислали нужную ссылку? Будьте бдительны – это мошенники. Под видом приложения вы установите на свой телефон программу удаленного доступа к онлайн-банкингу. А мошенники смогут украсть ваши деньги. Только факты. По данным Центрального банка Российской Федерации, за три месяца 2023 года аферисты похитили с банковских счетов россиян 4,5 миллиарда рублей. Вернуть же удалось чуть больше 4%. Как мошенники убеждают своих жертв? Вам скажут, что старое приложение банка удалили или переименовали из-за санкций. Убедят, что только с этим приложением ваши счета будут в безопасности. Запугают, что на вас пытались оформить кредит. А чтобы отменить операцию, нужно установить новое приложение. Что делать? Повесить трубку и перезвонить в свой банк по номеру телефона, указанному на карте. Запомните! Нельзя устанавливать приложение по просьбе неизвестных. Не стоит переходить по ссылкам, которые вам прислали по СМС или в мессенджере. Никому не называйте данные своих карт. Не перечисляйте деньги по телефонному указанию незнакомцев. Будьте бдительны! Мошенники придумывают все новые схемы обмана. Не доверяйте незнакомцам, даже если они утверждают, что звонят из Центробанка, полиции, ФСБ или прокуратуры. Не становитесь легкой жертвой аферистов. МВД предупреждает. Это мошенники! Продолжение следует. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку 5-го канала и его увидят. Телефон стола заказов 205-20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин